На фестивале в Токио состоялся показ российских мультфильмов. На фестивале в Токио состоялся показ российских мультфильмов 15-24 Рия Новости, Ксения Нака участники мультипликационного фестиваля в Токио. Рия Новости, Ксения Нака Токио, 8 Мария Новости, Ксения Нако. Первый показ трех мультфильмов российских режиссеров прошел в рамках конкурсной программы открывшегося в пятницу в японской столице фестиваля мультипликационных фильмов. Сообщает корреспондент РИА Новости с места событий Для участия в конкурсной программе фестиваля были отобраны три короткометражных ленты из России Доброе сердце Евгении Жирковой, а как наши космонавты Галина Голубева и Тиша Максима Куликова После просмотра корреспондент РИА Новости поговорила со зрителями 10 марта 2018 года, 6.22 Смешарики приняли участие в конкурсной программе фестиваля аниме в Токио В фильме про первобытных людей Доброе сердце Евгении Жирковой Такой хороший ритм, что становится весело Какой бы кадр мы ни взяли, он очень кинематографичен и убедителен Нарисовано специально в грубоватой манере, но при этом фильм очень тонкий Мне очень понравилось, сказала 25-летняя Сатока Сугивара Жиркова рассказала РИА Новости о том, что мультфильм не получался до тех пор, пока она не решила перенести его действия в Палеолит Мне предложили сделать фильм по стихотворению Михаила Садовского «Доброе сердце» Но пока я пыталась рассказать эту историю про мальчика, который приносят домой разных животных Перенеся ее в тесную советскую квартирку или в будущее, ничего не получалось Пока я не подумала, как было бы просто, если бы это все происходило в Палеолите И сразу все стало получаться Я побывала на стоянках древних людей, и там действительно очень много костей разных животных Главное отличие в том, что настоящие первобытные люди этих животных съедали, а у меня они все дружно живут вместе под одной крышей, рассказала режиссер 15 февраля, 14.47 Союзмультфильм обещает новые истории героев культовых мультиков Одна из зрительниц поделилась мнением о другом российском мультфильме Тиша Максима Куликова Фильм про дедушку Тиша Максима Куликова Ред, грустный, но очень интересный фильм Он сделан на компьютере, но воспринимается как аналоговый фильм и вызывает такие чувства Очень естественный, настоящий, сообщила зрительница по имени Майя Киото, пришедшая на просмотр с подругой Как рассказал Рея Новости автор Тиша Максим Куликов, на создание ленты его вдохновил рассказ жены о детстве, ее бабушки и дедушки Рея Новости, Ксения Нака, участники мультипликационного фестиваля в Токио Рея Новости, Ксения Нако Участники мультипликационного фестиваля в Токио Мы говорили часов пять Это были разные истории из ее детства Их было очень много Во многом они построены не на событиях, а на ощущениях Потом мы поехали в Волгоград, стали общаться с бабушкой Она рассказала про этот дом И стало понятно, что можно сделать хороший фильм про семью Я бы хотел, чтобы зритель после просмотра фильма позвонил своим родителям, бабушкам и дедушкам Вспомнил о них Наверное, это самое главное, сказал Куликов В конкурсной программе фестиваля участвуют четыре полнометражных картины и 31 короткометражный фильм 18 января, 11.59 эпизод Маши и Медведя попал в Книгу рекордов Генесса Продолжение следует...